Предпоследний твап этого сезона уже вышел. И в нем много интересного. Ну, во-первых, нам сказали, когда уже мы увидим трейлер нового сезона, 2 февраля, то есть в этот вторник. Осмелюсь предположить, что с этим же ресетом в игре произойдет что-нибудь интересненькое. Анонсирована новая фича — сезонное испытание. Это некий список, внешне напоминающий страницу триумфов, который поможет новым или вернувшимся старым игрокам сориентироваться в сезонном контенте и понять, что выполнять в первую очередь. Каждую неделю в течение первых десяти недель сезона для игроков будут появляться от трех до десяти новых испытаний. Какие-то будут проводить игрока по сезонному контенту, какие-то потребуют прохождение стандартных активностей и задач. Например, прокачка уровня силы или забеги в плейлистах Гарнила, Гамбита и Налетов. Эти испытания можно выполнить только один раз для учетной записи, но как только они станут доступными, их можно будет выполнить в любое время до конца сезона. После десятой недели сезона новых испытаний добавляться не будет, чтобы дать время и возможность всем игрокам выполнить каждое испытание. За их выполнение вы получите опыт, яркую пыль, сезонную валюту и другие предметы. А поскольку еженедельные контракты убраны у Завалы, Шакса, Скитальца и Банши 44, а также у сезонного торговца, то испытания станут альтернативным и основным источником яркой пыли. За каждое сезонное испытание налеты Гарнила или Гамбита будет выдано от 75 до 300 яркой пыли. А бонусом, если вы выполните почти все сезонные испытания, получите целый вагон яркой пыли — 4000 единиц. Вовсю кипит работа над кроссплатформой. И конечно же, игра ребалансится в связи с этим. Разработчики обращают внимание на то, что в настоящее время у некоторых архетипов оружия отдача снижена примерно на 40% при игре на мыши и клавиатуре. В результате игроки, которые используют мыши и клавиатуру, могут просто игнорировать характеристику оружия стабильность, тем самым нарушая баланс между контроллерами, мышью и клавиатурой. Поэтому у некоторого оружия отдача на мыши и клавиа будет отрегулирована ближе к контроллеру. Разница составит не старые 40%, а 20%. Автоматы, винтовки разведчика, импульсные винтовки, пп, револьверы и пулеметы входят в этот список. Для импульсных винтовок, пистолетов, пулеметов и пулеметов, правда, добавят некоторые бафы, которые помогут легче контрить отдачу. Кроме этого поправят некоторые цифры в балансе оружия. Если очень кратко, то наконец-то бафают ракетницы, к урону накидывают плюс 30%. Экзот ракетницы, кстати, от ребаланса это отдельно, их тоже бафнут, но какие-то чуть больше, какие-то чуть меньше. Слегка будут улучшены плазменные винтовки. Урон на расстоянии будет падать меньше и сильнее зависеть от параметра дальность. Еще будет увеличен флинч при попадании по вам для снайперских винтовок и урон мечей будет понижен на 15%. Ну и плохая новость, никакого праздника. Праздничный ивент Багряные дни, который ежегодно проходил в игре и был приурочен к Дню Святого Валентина, отменен. Студия решила сосредоточить силы для работы над новым контентом. Надеемся, что план сработает. Это была вернувшаяся рубрика «Ночной краткий твап». Поставь лайк, я ж не спал. До связи.